дорогие друзья всем добрый вечер сегодня хочу продолжить тему с дизайнами винтаж гелий на прошлом прямом эфире мы выполняли вот такой дизайн с белым винтажным гелем и также делали сюда литье сегодня хочу поработать либо это будет состаренное золото либо состаренное серебро будем делать дизайн чеканку что-то у нас камеры почему-то не фокусируется будем делать дизайн чеканку этот гель был предназначен именно для такого прорезного дизайна он даже нарисован водные этикетки такие улиточки круголёчки вот здесь вот они нарисованы будем выполнять то же самое на ноготочки этот дизайн точно вызовет у ваших клиентов эффект вау не забывайте делать образцы на типсиках чтобы клиенты наглядно это видели этот дизайн я сейчас вам продемонстрирую а он у меня есть также в палитре в моей книжечке с дизайнами моя книга дизайнов вот этот дизайн чеканка здесь у меня выполнено состаренное серебро и состаренное золото также дополнено все инкрустацией вот такие красивые дизайны приветствую всех кто присоединяется будьте активны пишите комментарии присылайте смайлики задавайте вопросы самое главное не стесняйтесь и обязательно на все отвечу и так приступаем к работе поработаем сегодня наверное состаренным золотом может серебром в общем давайте так голосуем в комментариях каким будем гелем работать либо это будет винтаж состаренное серебро либо винтаж состаренное золото ну что а пока приступаем к работе я взяла уже подготовила типсик далее беру для работы коллекцию allure номер 650 это идеальный красный тот самый насыщенный который так любят у нас клиенты идеальный красный здравствуйте всем кто присоединяется с этим красным вот именно номером 650 скажу честно объехала все чемпионаты в которых участвовала в которых были номинации по покрытию гель-лаком в однотон красным гель-лаком как мы знаем да в этих номинациях покрывается в общем сегодня будем работать им и так заранее подготовила типсик я его зашлифовала если у нас это моделирование на клиенте естественно у нас выполнен опил после модельки если это у нас покрытие гель-лаком то мы выровняли ноготочек базой и так ага сейчас секундочку я прибавлю свет возможно поэтому у меня так напишите пожалуйста мне в комментариях кто у меня в прямом эфире здесь сейчас со мной присутствует как лучше яркость цвета убавить как было или все таки оставить и так подчетче видно чем мне нравится этот красный 650 в принципе коллекция люр это гель-лаки однослойники у них высокая пигментация то есть можно сразу же у клиента покрывать на под кутикулу тоненькой кистью дорогие друзья напишите мне в комментариях по поводу света пожалуйста очень вас жду я же для вас стараюсь так отправляем на полимеризацию минимум 30 секунд и не прерывая и и еще раз напомню эта коллекция allure номер 650 идеальный красный далее в моей работе мне потребуется а топ вельвет моя любимка а не будем работать глянцевым топом потому что мы работаем с гелем винтаж гель чеканка дизайн чеканка и этот дизайн этот дизайн прорезается именно по матовой поверхности сейчас все сами увидите поймете и так ждем ага 40 секунд у меня прошла полимеризации уже больше даже чем нужно я покрываю все матовым топом матовым топом и как мы знаем гель винтаж по прошлому прямому эфиру не имеет остаточной дисперсии то есть я работаю по матовой поверхности гелем чеканкой отправляю на полимеризацию пока ноготочек я работаю выполняю свой дизайн этими гелями далее ничем их не перекрываю потому что они глянцевые без липкого слоя перекрывать их не нужно они будут прекрасно держаться не будет ни сколов не затертостей вообще обожаю этот дизайн и работать именно этими гелями и так так золото серебро ну давайте наверно все таки золотом мы с вами поработаем вот так он выглядит в баночке рабочий рабочий гель да видно что я достаточно часто его использую выполняют дизайн и сейчас дожидаемся еще 15 секунд у меня полимеризуется ноготочек у топа вельвет есть остаточки дисперсии сейчас мы их будем снимать обожаю его потому что после в дальнейшей носке ноготочки не царапаются и по ощущениям именно по тактильности это реальный вельветовые ногти у меня закончилась полимеризация завершилась я снимаю остаточки дисперсии протираю ноготочек сейчас выберу кисть кстати сейчас я немножечко подальше сделаю штатив после прошлого прямого эфира ко мне в директ прилетел такой вопросик какими кистями я работаю вообще мой набор мой вот этот пенальчик с кистями и мы с девушкой разбирали ее и консультировала какие кисти для чего если вдруг вы захотите прямой эфир по разбору кистей по работе с ними